Итак, раз, два, три, четыре, пять, с вами Хикан, и сегодня у нас в гостях Рептилоид! Привет, Рептилоид! Здорово! О чём ты сегодня нам будешь рассказывать? Я буду отвечать на ваши вопросы касательно армии. Ты служил в армии, нифига себе! Расскажи, пожалуйста, первый вопрос тебе, а как ты туда попал, собственно говоря? Почему ты не поступил в высшее учебное заведение? Вообще, что же произошло? Я поступил в высшее учебное заведение, меня отчислили оттуда. А почему тебя отчислили? Ты что, тупой? Ты что, дурак, что ли? Против системы пошёл. В чём выражается твоё ебание «ебли систему в рот»? Ну, плохо учился, много играл в Counter-Strike. В Counter-Strike, понятно. Может быть, ты насолил какой-нибудь бабе-преподавательнице, и тебя просто не взлюбили? Ну, была история, но это не преподавателя касается совершенно. В общем-то, не будем о ней рассказывать. Это не главная причина. Хорошо. Главное я озвучил. В общем, тебя вышвырнули под жопу коленом из высшего учебного заведения, и дальше что было-то? Ну, ничего. Ну, как бы я уже... У меня была потеря мотивации, скажем так, в учёбе. Поэтому я как бы ещё, когда сессию сдавал... Ну, вернее, я её уже не сдавал, я уже готовился к тому, чтобы идти в армию. Поэтому я, можно сказать, добровольно шёл, потому что захотелось что-то в жизни поменять. Понятно. И какие у тебя чувства были, когда ты уже ехал на поезде или как туда вообще добирался? Да, нас на поезде везли туда. Чувства какие были. Да хрен его знает. Я, честно говоря, не помню. Побыстрее бы уже приехать, чтобы там что-то началось. Подожди, мы пропустили важный момент. В военкомат когда-то пришёл или как там, повестка тебе пришла? Сказали, иди рептилоид. Нет, пришла повестка. Потом пошёл в военкомат районный. Там, в общем, всякие тесты проходили, беседы. Как это называется? Ну, было же такое, да, что ты приходишь, а медсестра такая говорит, рептилоид, а снимай штаны. А ты снял штаны, а у тебя хуй встал. А значит там стоит стакан, ну такой вот сморганцовка или чем-то. Она говорит, давай, бери, пей. Ты взял и выпил, а все туда хуй макали. Нет, такого не было. Мы медкомиссию, такую медкомиссию, где там всё показывать надо было, это уже было, ну короче, позже несколько. И получается там, как тебе сказать, ну такого я не заметил. Там не по одному заходили, там сразу у нас человек пять или десять заходят, и все выстраиваются в ряд. И все это, короче, показывают, что у нас есть. А ты мне лучше скажи, наш с тобой общий знакомый как-то нас пугал в восьмом классе, что ты приходишь туда, а там в военкомате бабка тебя сзади за яйца щупает. Ну то есть ты, значит, заходишь, становишься раком, исключительно раком. Он подчеркивает этот нюанс, и она тебе сзади начинает пальпировать яички. У тебя было такое? Нет, нет, такого не было. Может, тебе военком сам пальпировал яички? Да нет, нет, такого не было. В принципе, там, ну как, просто смотрели, ну как. Я, можно сказать, больше потратил времени на всякие там сдачу анализов в местной больнице. Там кровь такое, мочу, по-моему, надо было сдавать. Понятно, понятно. А тесты там какие были? Что не положишь ли ты там с искусственного, с деревянного автомата всю роту? Типа такую, или не взорвешь ли ты учебной гранатой, не знаю, майора кабинет? Типа такие? Нет, нет, там вопросы были, я точно не могу вспомнить, какие там, какого характера они были именно. Но смысл в том, что там почти, знаешь, все вопросы очень похожи были один на другой. И, в общем, ну... Ну, например, какие там, слышишься ли ты по ночам? Ой, ну это было в 2009 году, поэтому я такого не знаю. Понятно, понятно. Кстати, сколько тебе тогда лет было, чтобы понятно, что нашим слушателям было? Несколько, по-моему, 19 лет мне было. 19 лет, понятно, понятно. Итак, ну ладно, хрен с ним. В общем, прошел ты медкомиссию. Сказали, что годен, да? Да, да. В какие войска? Получается, там, как в начале, получается, собирают личные дела всех этих претендентов. Вот, отправляют их, ну не знаю, в какую-то базу данных там или что-то такое. Потом части, которые, скажем так, заинтересованы, ну, в этих солдатах, скажем так, потенциальных, они отправляют письмо и тебе заранее говорят, что вот в такую-то, такую-то часть пойдешь. И только потом уже ты проходишь этот медосмотр, на котором, ну, как бы, это либо подтверждается, либо опровергается, что ты туда пойдешь. То есть, мы вот это прошли медосмотр, потом приехали представители этих воинских частей, они с каждым вели собеседование, проводили. Там уже, как бы, ну, расспрашивали, что, почем, и там уже решали, брать этого человека к себе в часть или пусть идет в другие войска. Понятно. Куда тебя взяли? Меня взяли, ну, как, хотели в президентский полк, но меня не взяли, так как семья неполная, ну, родители в разводе. Вот. Поэтому, как бы, ну, не взяли туда, потому что, типа, ну, как бы считалось, что у ребенка, типа, психологическая травма и все такое. Понятно, ты неполноценный. Ну, я понял, да, как и все мы, в принципе. Ну, неважно, хорошо. Хорошо. А дальше, что, ну, потом нас, получается, из этого центрального военкомата, естественно, никого не отпускали. Вот. Все, в общем-то, там должны были тусоваться. То есть, мы уже, как бы, считались этими, ну, как, солдатами, наверное. Вот. И ты, там мы сидели несколько дней, вот, а затем приезжал автобус за нами. Ну, естественно, с собой, там, сумки собирали кое-какие. Ну, там, надо было с собой взять, там, типа, зубную щетку, бритву, там, не помню, ну, средства гигиены какие-то. Пену для бритья, вот. А потом, в общем-то, нас погрузили на поезд и мы поехали. Понятно. Ну, дальше, дальше, что было. Вот, и все, на поезде ты приехал. Ну, ехали на поезде, там, в общем-то, нас 8 человек, нас из всей области набралось. Вот. Ну, приехали, нас по городу, в общем-то, ведут, строим таким еще. Так вы же в гражданку, наверное, одеты-то. Да, да, но все равно нас строим уже, ну, уже некоторые лысые, вот. Одеты все такие, как бомжи, потому что, ну, как бы, всем сказали, чтобы одевали одежду свою, там, старую, такое. Какое не жалко, понятно. Да, да, да. Вот, ну, что, пришли мы в часть, попали в часть, у нас сразу все, сумки наши забрали, там, в коптерке вывернули их. Ну, мы этого не видели, но, как бы, потом это уже было видно. Понятно, что искали в сумках? Ну, забирали себе, там, у кого-то, знаешь, там, бритвы, там, крутые, еще что-то, станки какие-то, зубные пасты, там, вот. Вот, у кого-то, там, одежду забирали. То есть, это называется мародерство, грабеж. Можно и так сказать, но это, короче, получается, те чуваки, которым, там, буквально неделю служить, там, пару недель, вот. Они, в общем-то, скажем так, себе одежду брали, чтобы можно было выйти, потому что, ну, в форме нежелательно домой ехать. Почему? А как же аксельбанты? Есть военная служба правопорядка, вот, и там они могут тебя задержать, и если у тебя, там, на форме что-то неправильно будет, вот, то тебя могут, в общем-то, оштрафовать как-то, там, серьезно. Подожди, ну, это понятно, оштрафовать. А как же вот эти швейные войска, знаешь, вот, ордена, медали у тебя, там, на всем кителе, на твоем. Ну, видел же эти картиночки, да? Да, я знаю, у меня у самого, как бы, аксельбант был, в принципе, вот, ну, как, это, получается, когда я уже приехал, ну, домой, в город свой, я, получается, в поезде переоделся, так сказать, свою одежду парадную, и в ней уже... И в ней уже кричал, да я за вас, суки, кровь свою проливал, да? Ну, да, да, почти. Вот, как бы, ну, давай, к самому началу вернемся. В общем, когда я приехал, у нас все забрали, значит, завели нас в класс там какой-то, я не помню, как он назывался. В общем, кабинетик некий, вот, и, получается, там, ну, начали, естественно, прессовать сразу, типа, спрашивать, кто такие, там, какие-то нам анкеты дали заполнить. Вот, я помню, был там пацанчик, ну, дед один из этой, из Керчи, вот, он на нас сразу говорит, о, говорит, Донбасс, говорит, наркоманы, типа того. Начал там спрашивать, прессовать всех, ну, короче, одного там кого-то уебал, он помню, вот, это, типа, Трамалгин хавали, вот, один пацанчик сказал, что он хавал Трамалгин. Да, это тебе не Дрезденская галерея, ну-ну-ну. Вот, получается... Такое, блядь. Значит, ну, что-то мы там запомнили, ну, естественно, нас там пугали, ну, мы реально перепуганные были, знаешь, ну, заходим туда, все как бы... Подожди, 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 перебью, а чем пугали, в смысле, пиздюлями пугали вас? Да нет, не пиздюлями, а просто обстановка, ты ничего не знаешь, зашуганный, там, реально, ты идешь, понимаешь, тебе, может, кто-то там, опа, по ноге треснуть, еще что-нибудь, просто мимо строя солдат идешь, которых ты первый раз видишь. Могут тебе дать по ноге, тебе еще что-нибудь такое, а ты не понимаешь, за что, знаешь, ну, а как бы ты видишь, что они все покрупнее, чем ты. Вот, я как бы в армии килограмм 12, наверное, набрал веса. Вот, об этом мы с тобой поговорим попозже, сейчас, еще раз перебью, а ты говоришь, это дед с Керчи, который тебя уебал, то есть, какая мотивация была, не тебя, а другого чувака, какая мотивация была, просто он хотел поинтересоваться, хао ли тот Трамалгин? Или просто ради фана? Это как, знаешь, дружеское приветствие. Это, наверное, ради фана, знаешь, чисто как... Ну, я понял, утвердить свою доминанту, я бы так это назвал. Нет, нет, не совсем так, там как бы смысл в том, что, когда люди попадают туда, молодые, они, ну, они не понимают, в чем дело. А, то есть, он хотел доказать, что... Это так, как тонуса придать. Ну, типа, сосунки, вы уже не там, не за забором, а уже здесь, и здесь действуют другие законы, так что вы должны жить по уставу, вы даже дрочить должны по уставу. А, как говорил наш общий тренер по футболу, типа, как же он говорил, кстати, ну, про пирожки, про грибочки, про все остальное, что все это оставьте там, а у нас здесь, типа, свои законы, у нас здесь свой монастырь, так что сосунки не забывайте. В общем, эти пиздюли придавали ясность, то есть, они снимали эти розовые очки и давали ясно понять, что мы сейчас находимся здесь, и здесь действуют немножечко другие правила, я так понимаю? Да, да, ты все, ну, как бы, верно говоришь, вот, ну, поначалу, как бы, мы не понимали, знаешь, за что нам там бьют, знаешь, просто это, мимо тебя там какой-то пацан проходит, говорит, а ну, дай я тебе лося стрельну, а ты не понимаешь, за что тебе лося, вот. Так и за что тебе, за что тебе лося? Вот ты говоришь, нет, я не буду, и ты там можешь под ребро получить такое, вот. Подожди, а за что тебе лося, что ты, ты можешь, неправильно у тебя... За то, что в армии. А, все, все. Есть такой, как бы, железный ответ на любой вопрос. За что? За то, что в армии. Да, 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 я все, вопрос этот снимается. В общем, господа, чтобы вы понимали, вся эта вспышка насилия, она мотивируется тем, еще раз, Александр, повтори, потому что в армии, потому что в армии, вот вопрос на все, на все, универсальный ответ на ваши вопросы. Почему меня пиздят? Потому что в армии, потому что в армии, потому что в армии, не забывайте никогда. Итак, идем дальше. После лосей, после лосей. А подожди, стой, а нельзя было, ну, скажем так, как-то дезавуировать этот, как-то развеять все это насилие, не знаю, может быть, как-то подкупить кого-то, как-то втереться в доверие к дедам, может быть, обладать какими-нибудь навыками, например, как у тебя, ты, может быть, татухи бил, или там кто-нибудь на гитаре играл. Как-то можно было избежать насилия? Можно было уйти от пиздюлей? Вообще можно было, да, но, как бы, есть такой еще нюанс, что, как тебе сказать, получается, ну, как, вот, допустим, нас призвали, нас там есть 30 человек в роте, мы молодые, там, слоны, называемые. Вот, и получается, среди нас, ну, мы все там качаемся, ну, как бы, ну, нас качают, скажем так, мы недобровольно там качались, там, в общем-то, это недобровольно, в общем, происходило. Вот, это, и, как бы, когда один пацан какой-то этого, ну, это перестает делать, у него какие-то появляются бонусы, то потом, как бы, его, в общем-то, коллектив может от него потом отказаться. Когда мы все, допустим, полгода терпим, этот пацанчик где-то там сачкует, где-то еще, просто потом, когда все станут дедами, то есть, а он тоже захочет, он, ну, как бы... Ну, да, подвергнется армейскому астракизму, в общем, его пошлют нахуй, тоже выкинут, как тебя из высшего общепного заведения, он станет изгоем, например. Да, он станет изгоем, вот. Понятно, понятно, так, подожди, давай перейдем от того чувака, который, трамалгин, хавал или нет, мы все-таки вернемся туда, ну, что, он хавал, трамалгин? Ну, он сказал, что хавал, а хавал ли он на самом деле, я, честно говоря, он из Горловки был, поэтому все возможно. Ну, да, там стирол. Ну, ладно, не суть. Так вот, ну, 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 и дальше, что-то, что было-то? Так, что было дальше, потом нас повели, а, ну, кого-то там стричь повели, по-моему, или не стричь, я не помню. Ну, в общем, кого-то там стригли, кто сильно волосатый был. Получается, ну, как, волос на голове должно быть столько, чтобы за них нельзя было ухватиться. Ух ты, там что, скинхеды служили? Ну, были, вот, ребята, которые... Фашизм не пройдет. Как-то калаврата включали на телефонах. Мы утром, помню, пробежку вегали, там один пацанчик из Запорожья. Вот, ну, мы с ним до сих пор общаемся, кстати. Ладно, ладно. Такое, банда Москвы, еще там какие-то группы, я не помню. Вандал, по-моему. Ты что, служил в 2000-м, в 2001-м году? Ну, ладно, не суть. Ну, 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 и что, постригли, побрили, волос на голове должно быть столько, чтобы нельзя было схватиться. Дальше что? Потом повели нас форму выдавать. Ну, приводят нас, а там уже, ну, как прапорщики такие, уже, то есть, необычные солдаты. То есть, те люди, которые вне дедовщины находятся. Вот. Ну, и там начали, о, говорят, типа, Донецких привели, Шахтер-чемпион, да. А мы такие все перепуганные, и все боятся признаться, что Шахтер-чемпион. Вот. Не, а ты такой, по старой доброй привычке, Шахтер, DCC, а Динамо отсоси. Вот. Ну, 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 ну. Да. Вот. Как бы, ну, типа, получается, выдали нам форму, выдали берцы. Ну, естественно. Кому-то не повезло с размером, кому-то повезло. Мне, в принципе, размер нормальный достался. А кому-то там и форма на нем, знаешь, как рэперы ходили. Перцы тоже не очень хорошего размера. Вот. Значит, форму выдали, потом нам выдали эти шевроны. Ну, это нашивки, короче, с шевроны, петлицы. Ну, там, в общем, все эти фигни дали там нитки. Показали, как нужно делать там БЗЧ. БЗЧ, это, короче, получается, в берет нужно вставить три иголки и намотать на них белую, зеленую и черные нитки. Угу. Вот. Получается, ну, показали, как это делается. Все это, в общем, сделали. Это. Затем, я не помню, там, может, в столовую повели. А, потом у нас, короче, первые, я не помню, сколько, около месяца, наверное, это длилось. У нас был курс молодого бойца, то есть мы не это, не... ни в какое подразделение не входили, никуда еще, ну, ничего не делали. Вот. И, получается, как, занимались строевой подготовкой, скажем так. Угу. Там, короче, целыми днями строевая подготовка проходила. Это, в общем-то, было не очень весело. Как бы, ну, все уже к тому моменту, знаешь, ждали распределения по подразделениям. Вот. Все хотели побыстрее уже, знаешь, попасть в какое-то подразделение, чтобы это, вот, закончилось. Ну, строевая подготовка, это, на самом деле, жесть. Вот. Что это значит? То есть, что, вот, целыми днями... Здесь маршировать. Утром просыпаешься. Ну, у нас даже зарядки, как таковой, тогда еще не было. Получается, мы по утрам... Нас учили, как правильно кровати, там, заправлять. Такое все, как порядок надо в своем расположении наводить. Вот. Ну, это все время занимало. Потом строевая подготовка, тупо строевая подготовка. То есть, ну, ноги уставали. Это, ну, примерно, как мы с тобой на футбол ходили. Помнишь, одну тренировочку, где мы вдвоем пришли только? Да, 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 да. Вот. Там, примерно, такое было почти каждый день. То есть, ну, как курить не разрешали пацанам, которые курят. Вот. Они там, конечно, ну, страдали. ЗОЖ на крестах, понятно. Вот, они там страдали, да. В общем, им не сладко было. Курить им не разрешали. Сладкое есть нам тоже не разрешали. Ну, в принципе, его и не было нигде, этого сладкого. Вот. На самом деле. Вот, что-то еще не разрешали. А, ну, и как бы нас втягивали в эти законы дедовщины. То есть, там, ну, просто, ну, там, лосей нам отстреливали. Собак. Знаешь, какой-нибудь дед подходит и говорит, это знаешь, что такое собака? Ну, да, знаю. Ты, типа, он говорит, да нет, собака это другое. Ну, и, короче, собака это такая фигня, когда тебе, в общем, по икре бьют кулаком. Довольно полезная штука. Ну, втягивали в эти законы, там, как правильно это военное приветствие отдается. Вот. Ну, то есть, когда вот это руку прикладывают, там, к голове. Ну, то, что называется отдать честь. Вот. В армии говорят, что отдают честь на трассе или где-то еще. Это называется, типа, военное приветствие. Ну, у тебя получалось? Нет, у меня не получилось. Военное приветствие. Я все время большой палец оттопыривал, и один там дед, он специально за мной следил. Знаешь, и каждый раз, когда я делаю неправильно, он, короче, это, лосей мне давал. Вот. Это, конечно, было, ну, не очень приятно, но что поделать. Ну, я думаю, после лосей у тебя навыки-то улучшались молниеносно. Да, да. Не, ну, я все равно, я допускал такие порой глупые ошибки. Но потом со временем у тебя улучшилось навык военного приветствия. Ну, конечно. Потом уже все это на автоматизм делается. Ну, вначале, как бы, нас там учат звания вот эти распознавать, как себя вести там, когда видишь какого-нибудь пацана. Вот. Такое. Ну, в общем, зеленые ходим, нифига не знаем, тупим постоянно. И, в общем-то, ну, как бы, если кто-то молодой протупил, ну, перед офицерами какой-то косяк допустил, то, как бы, отхватывают все подразделение, ну, так, немножечко, а он, в общем-то, ну, посильнее. Понятно. Ну, получается, КМБ мы вот этот месяц учились маршировать, более-менее так пытались изучать эти правила, законы, которые там есть. Когда закончился курс молодого бойца, что там дальше? Когда закончился курс молодого бойца, нас повезли на полигон. Короче, мы там один день были на стрельбы. Мы, в общем-то, учились стрелять. Ну, не учились стрелять, а постреляли, в общем-то, я не помню, сколько там, по 15, по-моему, патронов, что-то такое, каждый. И уехали оттуда. Ну, там тоже мы приехали, естественно, там строевая, все, как это, как полагается. Вот. Что еще там было? Тебе понравилось стрелять из автомата? Ну, прикольно, но, честно говоря, первый раз я вот помню, что мы все... Там, получается, ты стреляешь, и после стрельбы тебе нужно все гильзы отдать. Ну, да, да, да. Если хоть одной гильзы там не досчитаются, то, короче, это будет не сладко тебе. Вот. Ну, в принципе, все там... Я помню, что больше не на мишень смотрел, а больше именно... Вот, ну... Куда гибзы падают, понятно. Гибзы падают, да. А, ну, и там, получается, ты каску железную одеваешь, и там... А, вот, нас же еще перед этим выездом учили тоже, как правильно там позицию занимать, к огневому рубежу подходить. Вот, как там правильно автомат перезаряжать, собирать, разбирать. Вот, это все тоже на КМБ было пройдено перед этим полигоном. Вот. Получается, пришли мы на этот полигон, там стреляем. Ну, получается, офицер стоит сзади, и он, короче, тебя бьет по голове. Если ты что-то делаешь неправильно, вот, это... Он тебя прутом там, короче, бьет по голове, ну, по каске по той, пока ты правильно не сделаешь. Потом нас, ну, как бы вернулись мы на территорию части. Дальше шло, в общем-то, в последующие несколько дней распределение по этим... По, в общем-то, по подразделениям. Вот. Каждое подразделение, ну, получается, у нас там разные были роты. Ну, короче, по ротам распределяли. Вот. У нас, получается, ну, были там такие специфические эти роты, типа этих автомобилистов. и, допустим, этих... Как они называются? Ремонтники. Тех, кто ремонтирует автомобили. Ты куда попал? Я попал в кроту в ремонтникам, хоть я ни хера не умел делать, но, в общем-то, я типа... Меня записали в техотдел, в технический отдел, то есть я должен был там, как тебе сказать, типа за техникой следить, там за автоматами, короче, за... Ну, которые на базе там БТР, которые у нас были, автомобили. Ну, там автомобилей дофига было. Вот. То есть, ну, я должен был за ними, скажем так, следить. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Ну, это... Получается, что, ну, как... Ты это делаешь, свободное, ну... То есть, если, когда ты... Солдат не попадает в наряд какой-то, не идет по наряду, он выполняет, в общем-то, там, задачу, скажем так, своей профессии, которую ему назначили. Ну, в общем, ясно. Ну, 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 вот-вот. И тебя определили. Вот заходишь и там в казарму, или как там, куда-то. Ну, получается, да. Заходим в казарму, там сидит... Там деды, человек 15. Вот. А дедам сколько лет? Ты год же служил, да? Да, да, да. Чтобы слушателям-то было ясно. Ну, около 19-20 лет где-то, да? Да, 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 где-то так. Ну, как тебе? Заходим в казарму, в общем-то. Ну, вначале все начинают знакомиться, естественно, как кого зовут, кто откуда. Хавает ли трамалгин? Ну, нет, такого уже не было. Получается... Верни мне мой 2004-й. Ну-ну-ну. Вот, получается, ну, пацаны, значит, узнают, кто там откуда, кто там уже там своих этих... Как его? Ну, земляков, да? Земляков, да, в основном ищут, там знакомых, общих, такое. Вот, ну, и как бы мы... Ну, и нам говорят, что у нас, в общем-то, есть три золотых дня. Вот, такая фигня. Так. Получается, ну, как... Нам просто сказали, что у нас три золотых дня есть, а дальше, ну, как... В общем-то, ну, и было не очень-то. Они золотыми были, это так скажу. Довольно... Ну, тяжело было. Уже, получается, нас старшина в столовую начал водить. Вот. А старшина у нас, короче, ну... Такой человек был очень... Очень строгий. Получается, ну, допустим, наряды там раздают. Знаешь, каждое утро, то есть, в подразделение мы встаем, идем на зарядку. На зарядке это, конечно, ну, зарядка, это одно название, зарядка, а так это, короче, жесть. Ну, и что там на зарядке было? Вы бегали там два километра или сколько? Ну, поначалу мы не бегали, а потом бегали. И зимой? Зимой не всегда. Вот. Как бы зима выдалась очень снежная, поэтому там не до зарядки было, на самом деле. Мы... В общем, получается, в подразделении вот это три золотых дня нас старшина водит в столовую. Ну, это самое... Вот все очень... Ну, как... Было три стадии во время, во время, так сказать, дня. Первое это утром проснуться. Ну, многие просыпались там, ну, раньше подъема, раньше шести там. Стишь, знаешь, как-то вот... Поднимаешься, вот. А, и получается, все должны были... Я не помню, сколько там времени давалось, но, в общем-то, быстро подорваться с кровати, одеться, ну, то есть, меньше минуты там времени было, одеться, обуться и подстроиться по росту. Так-так-так-так, стоп-стоп-стоп, я перебью. А вот если там были какие-нибудь мамки на корзинке, которые, ну, знаешь, там... Рота, подъем! А там, ой-ой, ну, подождите, ну, сейчас и секундочку там потянусь. Если люди просто не успевали это делать, что дальше, что было-то? Отбой. Все опять раздеваются, все подразделяем, ну, кроме дедов. Ага. И ловаться в кровать. Потом опять подъем. И оно, ну, это тоже тяжело. Мы потом, ну, как бы, там, пару минут проходило, мы все потные стояли. Знаешь, ну, тяжело было. Потому что мы, раз, помню, один раз около 15 раз, и так, подъем-отбой у нас был. Это утром. Получается, подъем-отбой, потом мы заправляем наши кровати. Там тоже, ну, как бы, заправить кровать, это ритуал целый, на самом деле. Это, ну, это не так, как там дома кто-то может заправлять кровать. Вот. Это, ну, это реально такое, ну, приловчиться надо. Ну, не помню. В общем, мы кровати заправляем, все такое. Потом идем в столовую, после столовой приходим, у нас утренний смотр. То есть, нас, ну, всех смотрят. Нормально выглядели, ни у кого там берцы грязные не были, чтобы все побритые были. Побритые проверяли, брали бумажку и так вот по щеке там проводили тебя, если, ну, и по звуку. В общем, если звук такой хрустящий, то, значит, плохо побрился, идешь бриться. Вот. Ну, естественно, что, то, что мы с собой привозили зубные щетки, там, всю эту херню, это все позабирали. Ну, кому-то удалось вернуть. Ну, мне, например, моей зубной щеткой один там пацанчик, это, телефон себе чистить. Начал. Такое дело. Ну, как бы, потом я обзавелся новой зубной щеткой. Вот. А так всем станки повыдавали, одноразовые, понял. Тех, кто там со своими джилетами или еще чем-то приезжали, они, в общем-то, с этим попрощались. Вот. Мыло нам всем дали. Такое побруску мыло выдали. Сейчас еще все не вспомним. Ну, то есть там утром, когда просыпаешься, нужно было успеть порядок в казарме навести до прихода старшины. По-моему, в 9 часов приходил старшина ну, или капитан, то-то. Мы проверяли все это. Вот. Ну, у нас, как бы, с этим было непросто. Вот. Порядок мы наводили, ну, а дальше, ну, порядок был в тумбочке. У каждого там тумбочка была, а своя. Получается, и, по-моему, на двоих человек тумбочка. Или, не, у каждого своя была тумбочка. И в тумбочке там все должно было у всех одинаково разложено. То есть там слева зубная паста, там зубная щетка, вот так вот. Там мыло так. То есть у всех одинаково. Вот. Такой был нюанс. Ну, то есть кровать мы там, получается, заправляли. Одеяло, ну, которое стелется на кровать, оно, значит, на нем там три полоски черные есть. Эти полоски все равнялись по нитке. Вот. Ну, то есть... А если кровать херово заправил, что дальше-то? О, если кровать херово заправил, ну, это залет, как бы. Получается, ну, вначале тебя деды там, ну, как прессуют, заставляют, в общем-то, это, заправлять ее. То есть там кровати, вот, одеяло равнялись по ниточке, подушки равнялись по ниточке, тумбочки по нитке. То есть так через всю, это, через все помещение, там оно, не помню, метров двадцать, наверное, в длину, так натягивается нитка, и все там кровати, табуретки, все по ней равняется. Вот. Ну, как бы, суть в том, что если кто-то плохо заправил кровать, или где-то криво, приходит старшина, все это видит, и все подразделение получает, короче, прокачку. Вот. Что это значит? Приходит экзибит, и вас скачает тачку на прокачку? Ну, почти, да. Короче, старшина, он покачать любил нас, помучать. В общем-то, ну, знаешь, вот все выходят в коридор, там длинный коридор, вот, все выстраиваются в линию, допустим, он там всех осматривает, знаешь, что там какие-то замечания, может, будут к внешнему виду, или еще к чему-то. Ну, и получается, если, ну, потом заходит в казарму, смотрит, как мы кровать заправили, все прочее, там, чтобы никаких косяков, полы помыты были, чтобы все чисто. Если он видит какой-то косяк, он выходит, ну, и говорит, что вот там такой-то один человек плохо заправил кровать. Не говорит, кто это, вот. Ну, и все там в упор лежа, допустим, мы там отжимаемся там сто раз все. А если человек физически слабый, он сотку не может отжаться? Может. Тогда за него другие отжимаются. ну как, он там, допустим, там, конечно, были, знаешь, ну как, тех, кто там халявили, пропускали, или как-то криво это делали, ну, в общем-то, скажем-то, когда старшина доволен, что мы, в общем-то, ну, видит, что он уже заебал нас, в общем, что мы помучались хорошенько, все, он уходит там на свое место работы, кем он там работает, служит, а мы идем в столовую. Идем в столовую, в столовую мы хаваем, ну, кормили достаточно неплохо, я считаю. Что там, что там, что там, поподробнее тут многих просто интересует. Утро гречку давали, вот, вот это было. Ну, как, у нас столовая была, ну, как бы, довольно элитная, на самом деле. Вот, получается, мы приходим в столовую, ну, вот, как во многих столовых, сейчас, в институтах, там, в университетах, берешь поднос, и идешь вот по такому, по конвейеру, и тебе повара там ложат тарелку того, что тебе положено. Вот. Ну, витамины давали, вот эти, как они, аскорбинку. Типа, это было весной, и осенью, по-моему, тоже давали. Вот, мы их там набирали себе кучи, потому что это такое было, знаешь, как конфеты. Ну, в принципе, что там, ты что-нибудь конкретно скажи, кроме гречки, аскорбинок, то есть, мясо там было какое-то вообще? Конечно, мясо, мясо было вареное, ну, никогда не давали там это, как его. Устриц. Устриц, да, устриц тоже, к сожалению, давали. Нет, ни жареного, ни копченого мяса не было. Понятно. Почему? Всегда, в общем-то, вареное, в общем-то, какое-то вареное, или еще какое-то, я не помню даже. Вот. Ну, кормили хорошо, мы там, ну, я не скажу, что мне там не нравилось. Нормально кормили. А, и вот, ритуал был. Каждое утро нужно было, получается, это когда студневка началась, ну, вначале не нужно было, ну, потом нужно было, у каждого, значит, пацан, ну, каждый слон, так сказать, слон это молодой солдат, а в переводе аббревиатура слон это солдат любящий охуенные нагрузки. Вот. У каждого слона есть дед, и он это, выполняет это. Ритуал. Да, 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 типа, берет свое масло, ну, вернее, свой сыр, отдает его деду своему, ну, свой сыр, а дед тебе отдает масло, и ты хаваешь масло его. Так. Это каждое утро, в общем-то, такая процедура была. Вот, потом мы выходим со столовой, построение, естественно, идем в казарму, опять, и песню поем. Вот. У каждого там, у каждой роты своя песня была. Вот. Ты помнишь слова какой-нибудь песни? Эм, я, честно говоря, нашу песню помню, но текст, текст не очень, текст по дебильному написан. Там была песня, я не помню, как там началась, там что-то, эм, а, ой, на горе казаченьки, что-то такое, короче. Ну, это ж классика, ем, да, да, ну, там у каждого подразделения такие украинские какие-то народные песни были. Хорошо, хорошо, что дальше-то было? А, потом, получается, у нас там некоторые дни было занятие, то есть, мы приходили в актовый зал, и там один мужичок, скажем так, это, рассказывал нам, ну, в основном, он там про политику вел беседы, про что-то еще, что в мире происходит, такого плана. Про Алана Даллиса? Не, 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 там такого не было, в основном, про этих, про, скажем так, местных наших политиков. А, я понял. у вас было в общем политические обозрения, например. на самом деле, там разные беседы были, очень разные темы, вот. Получается, потом, после занятия, они там часов в 12 заканчивались, мы, ну, как бы, кто не в наряде, вот, тот идет на свое место работы. Я, допустим, шел, там, пристройка была определенная, там, где я, в общем-то, там, капитану помогал, там, что-то делать, то есть, какие-то там документы на подписи носил, еще что-то там собирать в подписи ходил, вот, такое. Кто-то там шел, ну, это, ремонтником, кто был, знаешь, ну, занимались ремонтами, вот, машин, кто-то водителем был, ну, там, возили они, там, каких-то там полковников. Понятно, ну, а ты, что делал, документы носил туда-сюда, принеси, подойди, нахуй, не мешай. Ну, почти, типа того, да, то есть, ну, что скажут, в принципе, то и делаешь, вот. Ну, это, получается, как, если ты не в наряде, вот, а если ты в наряде стоишь, то там тебя могли, ну, отправить на разные задачи. Ну, то есть, по сути, наряд был, это стоять где-то, в каком-то месте и следить там, за пропускным режимом. То есть, либо это на главные ворота, либо на автопарк, либо там на другие ворота, ну, то есть, такое. А, потом на обед, значит, мы должны были все собраться, ну, то есть, все со своих работ уходят, собираются в определенном месте, там нас уже ждет старшина, и тут вот одно из самых тяжелых мероприятий за день. Вот, значит, ну, мы шли на эти, ну, в столовую нас вел старшина, вот, а это, короче, ну, это, это вообще тяжело было, получается, у нас всех, ну, как бы, это строевая подготовка была, ну, такая, в общем-то, под предлогом, это, пойти в столовую, ну, то есть, он нас мог тоже еще раз, там, мы соточку могли отжаться, там, вот, ну, прям вот, прокачаться, да, 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 прокачаться, ну, так сказать, как он это называл, для аппетита, для укрепления, ну, для повышения такого, вот, ну, получается, допустим, вот, там, соточку мы отжались, построились, идем в столовую, он там командует, ну, то есть, строевая подготовка команды, там, я уже не помню, как там команды были, ну, то есть, как это называлось, когда все идут, и надо, чтобы сильно ногой стучать по асфальту, чтобы звук был, строевой шаг, по-моему, ну, да, да, что-то такое, ты, получается, ну, идешь, ну, старшине не понравилось, знаешь, там звук просто, ну, он по звуку, как бы, определяется, знаешь, если все ровно идут, то звук хороший, четкий, знаешь, там, туф, 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 вот, а если хреновый, то, знаешь, как горох какой-то, катится по земле, вводил штрафные санкции, штрафные санкции, допустим, да, вот у него садись, называлось, типа, стоим, теперь садись, все садятся, на корточки или на асфальт? На корточки, на асфальт, вот, на картоны садятся, все разворачиваются, и гусиным шагом назад, там, метров сорок, прошли мы эти метров сорок, потом опять, типа, встаем, и опять эту дистанцию пытаемся пройти вот этим строевым шагом, ровно, чтобы ему понравилось. Блин, а вдруг ему жена плохо дает, или, не знаю, изменила, или просто идиотка, или с утра ему яичницу пересолила, ну, или просто наебанутая, блин, почему он должен срывать свои какие-то внутренние вицеральные комплексы, блять, на обычных малолетних долбоебах. Почему? Как тебе сказать? Нет, у него все, он, на самом деле, ну, как бы, он был умным человеком, этот старшина, потому что, ну, как бы, мы с ним потом уже общались, ну, он там и Гегеля, и прочих, знаешь, читал, ну, и даже, когда он прокачку делал, Ну, понимаешь, у Чикатило тоже было, и высшее образование, кажется, не одно, ну, ты же сам понимаешь, что, как говорит моя бабуля, высшее образование не делает тебя умнее. Может быть, он просто был садистом, например. Нет, это не так. Вот, ну, короче, вот так вот мы приходим в столовую, вот, а там в столовой, ну, ну, доходим, наконец-то, можно так, до столовой, уже мокрые, понимаешь, заходим в столовую, смотрим там пацанчики нашего призыва, которые вместе с нами призывались, других подразделений сидят, довольные, шутки шутят, а мы сидим, короче, горы хлеба себе наложили, брали там до отказа хлеб этот, что нас хлеборец там это, гонял, типа, говорит, не брать там больше определенного количества, вот, и получается, это. Получается. Я вот помню, до сих пор, мы сидим с пацанами, и вот так вот над своим борщом, вот это, жрем его, и у нас пот в борщ капает, с лица прям, с носа там, отовсюду. Ну, то есть, ты мокрый, не как девочка от возбуждения. Ну, да, да, да. Ты просто от немножко другого возбуждения, от физического. Вот, да, вот, короче, мы хавали, ну, очень дофига жрали, я вот раньше бы не поверил, что я столько могу съесть, еды, вот. А тут, ну, оказалось, что могу, и то, ну, как бы все понимали, что если ты не поешь, то, ну, тебе тяжело будет, сил не хватит просто, на продолжение, так сказать, веселья. Ну, и ты же слон, ты же солдат, любящий охуенные нагрузки. Ну, да, 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 а там получается, как еще, ну, это у нас три золотых дня было, вот, ну, и мы думали, что вот, типа, жопа. Так что это значит, три золотых дня? Ну, это оказывается, что нас три дня, короче, не трогали, и все такое, вот, но потом, короче, получается, на четвертый день мы уже поняли, что три золотых дня у нас было все-таки, вот, я помню, ну, все это поняли, вот, тогда, по-моему, и зарядка у нас началась, ну, зарядка это, ну, такое мероприятие, жестокое, жестокое, ну, получается, ноги там, мозоли кровяные, все такое, потому что, берцы разнашивают все, кто может, и кто не может, вот, получается, там самые инвалиды, короче, травмированные, вот, люди, те, кто такие были, плохо, готовы, ну, то есть, утром какие-то там больные еще, они оставались в казарме, пока все на зарядку уходили, они оставались там полы и мыли, пыль вытирали, такое, ну, там оставляли, по-моему, два человека, каждое утро, ну, тех, кому разрешили остаться в казарме, не идти на зарядку, мы, получается, пошли на зарядку, в принципе, бегали мы немного, первое время, так, сколько-то там, времени, вот, и получается, мы, зарядка, было такое упражнение, джампики, вот, это когда ты, в общем-то, прыгаешь, из положения сидя, выпрыгиваешь и руками хлопаешь вверх, и вот, и мы их там, ну, делали тоже раз по 60, вот так вот, это на зарядке, просто приседали, знаешь, на зарядке там надо считать громко, вслух, сколько ты делаешь, вот, если кто-то не считает, он там дополнительные упражнения получает, вот, потом, ну, получается, легкая пробежка у нас была, первое время, так, вот, и получается, приходим на зарядку, братский, ну, вначале разминка, типа, на которой мы джампики делаем, на асфальте, отжимаемся на кулаках, вот, тоже больно было первое время, вот, потом братский пресс, ну, то есть, камья длинная, все друг друга там обнимают и делают пресс, скажем так, вот это тоже, ну, были там пацаны, которые халявили, из-за них, понимаешь, из-за них другие там перенапрягались, ну, такое, в общем, братский пресс, это фигня, потом после братского пресса на рукоход, ну, то есть, понял, лесенка для рук, да, 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 вот, по ней, получается, тоже там, по закону надо было по определенному пройти, то есть, что нельзя, это, как, нельзя эти столбы цеплять, которые, ну, на которых, это опора, в общем, для этой конструкции, вот, ну, и как бы нельзя было через одну пропускать эту перекладину, вот, то есть, надо было за каждую схватиться, вот, потом, значит, что еще было, а, вот, значит, вот этот рукоход проходишь, значит, ну, если кто-то землю зацепил, там, черканул ногой по земле, то на стартовую возвращаешься, и опять по новой, ну, и получается, понял, как один за другим идут, то есть, если кто-то медленно идет, то другой сзади него висит, лишнее время, ему, ну, тяжело. Понятно, но если кто-то, ну, скажем так, не выполняет или халяет, то он получает пиздюлей, как я понимаю, да? Ну, типа того, ну, не то, чтобы пиздюлей, просто могли тебя там по ноге треснуть, ну, такого плана, то есть, ну, в любом случае, насилие, оно было везде, буквально пронизано, каждый шаг твой. Да, то есть, понимаешь, ну, как бы, как тебя, ну, ладно, то потом уже, есть кое-какие, это, нюансы, вот, значит, получается, как? Ой, дай-ка вспомню. А, ну, вот рукоход, допустим, прошли его, ну, рукоход на самом деле тяжело было, потом брусья идут, ну, на брусьях тоже, там, залазит человек пять, и там пятнадцать раз надо было сделать на брусьях, то есть, ну, и все должны были сделать, то есть, один человек, если сделал, который, ну, более-менее физически готов, то он должен был продолжать на них висеть, пока не сделает последний. Блин, а если ты, ну, сделал, а потом просто устал, на руки у тебя устали, то чё? Ну, ты когда на землю падаешь, тебя по ногам, деды бьют ногами по ногам. Так если у тебя всё, уже нет сил, если ты просто вот сдох, ну, никак уже. Там открывается второе дыхание, оно, понимаешь, оно появляется просто. Понятно, о резервах организма ты немножко попозже расскажешь, когда дойдём до отжиманий. Ну, 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 вот, вот, ну и дальше-то чё? Значит, что дальше-то? А, потом турник. Ну, потом все, естественно, на турник вылазят. Русь с колен поднимает. Да, точно такая же, точно такой же, в общем, механизм, типа, ну, все там подтягиваются сколько-то раз, не помню, сколько, надо было, вот. И, ну, всё, в общем-то, в общем-то, покачались утром, потом приходим в казарму, и тут нам надо ещё застилать кровати. Вот. А это, ну, это тоже тяжело, то есть, застелить кровати, потом вырваться, значит, зубы почистить, такое, а, ну, то есть, и в туалет, то есть, если ты там хочешь по-большому сходить, то у тебя времени, то есть, ну, тебе там дают 2 минуты, или сколько, тебе надо всё успеть сделать, и зубы почистить, и побриться, и шею сзади побрить. за 2 минуты? Ну, да, где-то так. Почистить, за 2 минуты надо совершить акт дефекации, потом надо почистить зубы за 2 минуты, побриться, и, типа, что-то умыться, да? Да, за 2 минуты? Да, за 2 минуты, получается, ну, вот как, в особо такие дни жестокие было, получается, нас там по пятёрками отправляли, то есть, 5 человек убегают бриться, мыться, всё, если они, я не помню, если кто-то раньше приходит, он в упор лёжа становится, короче, учит этот, ой, не учит, а просто ждёт их в упоре лёжа, остальных, которые опаздывают, вот, а потом, когда последний прибегает, который там сильно долго прихорашивался, то все вместе они ещё там отжимаются, прокачиваются, в общем, все вместе. Так, если у человека проблемы с кишечником, например? Там, я тебе скажу, мы туда пришли, мы там многие дней 5, наверное, не могли в туалет сходить, вот, именно потому что просто не хотелось, хотя мы жрали столько, но оно просто нас через пот, через всё выходило, это, какими-то этими непорочными путями, вот, это, ну, многих было, вот, ну, и как бы, такое, ну, напрямую, зарядка, это реально жесть была, вот, ну, короче, как тебе сказать, вот, в казарму реально не хотелось возвращаться, потому что, ну, было офигенно в наряде стоять, там, на работе, на своей, так скажем, находиться, а в казарму не хотелось приходить, потому что, ты понимаешь, там в казарму приходишь, допустим, сегодня деды захотели там, каждому входящему там, блин, это, лося давать, вот, понимаешь? И напоминаю, потому что в армии? Да, 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 за что? Потому что в армии, за то, что в армии, вот, понимаешь, ну и в казарму реально все, ну, старались, как бы, так сказать, косить Понятно, понятно, ну, подожди, давай вернемся, то есть, ну, с утром мы уже все поняли, ты там, ротоподъем встаешь, потом, как там, зарядка, и вы идете в столовую, потом, ну, что там еще эти, обсуждаете политику, потом идете на обед Нет, политику это всего раз в неделю было Ну, понятно, я имею в виду потом на обед, после обеда, ну, ты же говорил, там, или как там, наряд, или на работу, правильно? Вот, а потом, после работы, то есть, до скольки это работа или наряд длится? Наряд длится сутки Ага Вот, то есть, ты, получается, заступаешь, ну, то есть, в наряд, в основном, тех, кто накосячил, их отправляли Хотя, это, ну, как бы, я считаю, несправедливо, потому что в наряде можно было, в принципе, там не выспишься, но, знаешь, лишний раз можно спокойно постоять, подумать Тебя никто не... ты туркать там ничего не будет, знаешь, фигня Так, а после этой же работы, ну, где ты принеси, подай, ты во сколько возвращался-то в казарму спать? А, а, тебя такой распоряд... ну, короче, допустим, вот в обед мы сходили, поели, все разошлись по своим работам Там ты на своей работе, скажем так, торчишь, до того момента там офицеры часов до пяти работают Вот Получается Ну, ты там тоже находишься до пяти часов где-то Вот, потом офицеры уходят, и там остаются солдаты Ну, в этом помещении, скажем так И они там управляют То есть, приходят там деды, могут тебя прокачать, могут еще там что-нибудь с тобой сделать Ну, в основном прокачка, что еще можно делать Вот, могут еще там какой-то, ну, знаешь, в общем-то Ничего хорошего То же самое почти, что и в казарме, только, ну, знаешь, как бы Ну, когда, знаешь, люди сами находятся То есть, ну, когда можно там с каким-нибудь дедом тет-а-тет поговорить То, конечно, ну, вон, ну, люди более адекватные Вот, ну, то есть, можно по душам поговорить Как бы, ну, некоторые, знаешь, объясняют Что, почему, зачем это все делается Вот А некоторые нет Ладно, не суть Ну, ну, и потом Потом на ужин все идут В определенное время Ну, в общем, как бы, вечером вот это деды делают там, что хотят Ну, кто-то там, я не знаю, чем-то занимается Кто-то там, еще что-то, я уже не помню, честно говоря, чем-то Ну, на ужин же вы тоже строим, идете с старшиной Нет, старшина нас только в обед водит Ага Вечером такое редко было Вот Ну, это, как бы, такой, скажем так, типичный день Вот, и потом Вечером поужинали Возвращаемся в казарму В казарме, по-моему, в 8 часов нам надо было новости посмотреть Какие-то там Какую-то передачу Ну, новости какие-то, я не помню, на каком канале Ага Вот Смотрели по телевизору передачу Потом Вечером Выходили На прогулку Вечернюю Так называемую Тоже мы там Ну, немного строевой Немного песню попеть Вот Потом возвращались в казарму И, в принципе, готовились к отбою Вот Ну, то есть, там Зубы чистили Там, ноги мыли Тоже все за 2 минуты? Не-не-не Вечером уже можно было Подольше Нормально уже было Полегче Вот Ну, и, как бы, в 10 часов отбой Все ложатся спать Все ложатся на правый бок Почему? Чтобы не базарили друг с другом И, типа, как говорили, чтобы сердце отдыхало Ага Не базарили Так, наверное, ты, когда ложишься Ты только голову к подушке-то приложил А уже утро, наверное, уже, наверное, кричат Ротоподъем Да Да, и оно так Ну, как бы, потом Стодневка началась Это вообще, там Довольно тоже Жестокое такое Мероприятие у нас было Ну, тяжело было, конечно Ну, пролетело, конечно Очень быстро То есть Там Стодневки У нас было Ну, получается, мы Ну, как Настроение я описать Сейчас не могу Даже, какие там были Ну, вообще, как Дедом становятся типы То есть Когда прибывают молодые Каждый, скажем так Ну, потенциальный дед Выбирает себе Пацана какого-то Ну, там, земляка Еще кого-то И он Его делает своим слоном То есть Там ритуал какой-то Посвящение в слоны Был Как тебя посвящали в слоны? Ой, я не помню Там, по-моему Как же это? По-моему, 150 гривен это стоило Ты, получается Засовываешь Под это Под погоны себе Деньги эти Один и под другой Вот Короче, там Это Как это? Лося, в общем Тебе дед должен прописать Не помню Одного или несколько Вот Как бы Ну, у меня дед нормальный был На самом деле Пацан Из Киева сам, короче Вот Получается Это Ну, значит Он тебе, по-моему Дает лося Или нет Вначале Погоны срывает И забирает деньги Потом дает лося Вот И, короче Ну, и все И, в общем Ты считаешься уже слоном Охуительно Ну, ну, ну Ну, потом там, естественно Все это начинается И, в общем-то Каждый Ну, почти каждый день Он мне там загадки Какие-то загадывал Я там должен был отгадать Если я там не отгадаю То, короче Это что-то Это плохо Помню Но он мне там Загадки, знаешь Давал какие-то задания В течение дня То есть Что-то насуетить Ему там сигарет Где-то насуетить А знаешь У тебя, как бы денег нету Ни хера нету Никого там не знаешь Вот Вот Ну, как бы Он с меня денег Ни хера не требовал У некоторых были такие деды Которые требовали Чтобы они им денег Принесли Там сколько-то Ага Это что Уголовка-то, например Ну, это дедовщина Понимаешь Там То, что Там как бы Бьют тебя Это тоже уголовка Да, но об этом Немножко попозже Ну-ну-ну-ну Вот Получается Ну, какие-то Надо было задачи решать Что еще было Ну, естественно Утром и вечером Ты должен у деда Деду отдать свой сыр И забрать свое масло И получается Съедаешь двойную порцию масла Утром и вечером Вот И в принципе Получается Мы за вот эту Слонячку Так называемую Неплохо так Массы набирали Вот Так Так Давай теперь Ну, в принципе С распорядком Не разобрались Сто дней До приказа Разобрались Вот Теперь самое главное Многих Интересует вопрос По поводу Дедовщины Вот Это Наслышанные люди Они боятся Ты Расскажи Как же так Как же Ты каждый день Получаешь Получаешь Пиздюлей И ничего Никому За это Не бывает А что Военная Прокуратура Куда же Она смотрела На вас же Я просто Сейчас Я просто Вспоминаю В прошлой жизни Вот К примеру Менты Работают Они тебя бьют Так Чтобы Ну не осталось Никаких Следов И чтобы тебе было Максимально Ну Скажем так У тебя была эйфория От их Про пиздонов Например Как же так Куда они смотрели Они что К вам Не приезжали Или К вам К вам приезжал Рей Чарльз То есть Ну шутка Типа Он был слепой Например For example Как говорят У них Ну Короче Ну как У нас Получается Был Пацанчик Один Хата У него Кликуха Была Потому что Он жирный Был И получается Он вот этих Всех нагрузок Не выдерживал Физических Ну то есть Деды наш Как бы Увидели Что он жирный И в общем То Ну как бы Это его приговор Скажем так Был Вот Ну и знаешь Как бы Над жирными Над ними Частенько Издеваются Больше Чем над другими Ну да Потому что Я сам Когда был малый Был жирным Ну 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 Вот Это Получается Вот Ну и Над ним Там прикалывались Заставляли Его там Тумбочку Держать Еще Прочее Ну просто Наш Там Наш Как бы Вот Одно дело Когда все Там Прокачиваются Там Что то еще Делаются А этот Пацан Просто За свою Жирность Бонусы Еще получал Получается Например Тумбочку Ну просто Наш Ему там Он там Посмотрел На кого-то Неровно Ну деду Не понравилось Как он На него Посмотрел Говорит А ну давай Лося Тебе Да Ну как бы Главный Предлог Был Что он Должен Там Тумбочку Что он Отжиматься То что он Слабый Поэтому Ему Надо Еще Больше Скучаться Чтобы Стать Сильным Ну и Как В Конечном Итоге В конце Он Стал Шварценеггером Нет Он Короче Начал Косить То есть Симулировать Травмы Симулировать Боль Скажем Так Его Начали В санчасть Отправлять И То есть Ну когда Скажем Так Мы Терпели Все Вот Чем Это Это Все Дерьмо На Себе Этот Пацан Он В общем То Это Лежал В санчасти Скажем Так Ну там Особо Не Заебывает Так По Мелочам То есть Косил Короче Прохлаждался Да Да Он Избежал Да Он Избегал Этого Всего В общем А потом Когда Выздоравливал То есть Он попадает Опять В расположение Наше И Значит Ну Ну Все то же самое Повторяется Все то же самое Да Повторяется Ну и как бы Мы уже Знаешь Как бы даже Ну мы Над ним ржали Иногда Там Так его Презирать Начинали То что Ну это Было Понятно Вот В результате Дошло все До того Что его Получается Как это Называется Комиссовали Комиссовали Вот Этого Пацана Вот Ну то что Там уже Ну и Над ним Как бы Издеваться Начинали Так и сколько Он отслужил То Он отслужил Месяц Наверное Месяц И все И после месяца Пока вы там Целый год Нет даже Даже не месяц Наверное Месяца два Он отслужил Да даже Два месяца Нифига себе Вот это Ему подфартило Вот Да ему Не подфартило Ну короче Потом Получается Вот это Он домой Приехал Весь в синяках Ну насколько Я знаю Эту историю Ну не весь в синяках Ну в общем Синяки у него Там были Родители Его там Отправили В эту Прокуратуру? Не Не в прокуратуру В больницу Там у него почки Короче Опустились Ага Что-то такое Ну то есть Довольно такие Эти Серьезные Ну если почки Опустились Это Это очень серьезно Дорогой мой хороший Вот И получается Значит Ну А ну получается Родители Короче Подняли кипиш По поводу того Что типа С ребенком Ну и в общем К нам туда Это Ну начали они там Поднимать В общем-то Всякие инстанции Военная прокуратура Приехала Ну и без предупреждения Без нихера Сразу там Осмотрели Пару человек Короче Ну Телесный смотр был Знаешь На ком там Синяки Обнаружили Тех короче Забрали Сразу же В прокуратуру Я не помню Их там Семь человек По-моему Сразу же Забрали В первый день Вот Семь человек И все Больше они Ну никто не знал Где они Вот А потом приехала Прокуратура И Этих Солдатов Забрала Из дедов Из наших Короче Там Не помню Двоих Троих Ну в общем-то Все Закончилось Для дедов Этих Тем что Двоих Отправили на дисбат По полтора года Им дали Отправили на дисбат Вот За такие Проказы Ну и дальше Как легче Стало Служить Или нет После того Как Ну как Дедовщины Стало меньше Скажем так Вот Но Начали Затягивать Мы начали Каждое утро Бегать Три километра К нам там Старшина Утром на зарядку Приходил То есть Мы пробегаем Три километра Потом Он уходит Потом Деды Нам зарядку Проводят В общем то Ну как тебе сказать Нас стали меньше бить Но мы стали Больше качаться Понятно По уставу Короче Не совсем По уставу Как бы было Там Офицеры Они как бы тоже Эту дедовщину Иногда Используют Так скажем В своих целях В общем Вас начали Просто больше качать Больше качать Да Так расскажи еще О каких нибудь Хитростях Опиздюливания То есть Что там Лоси Лоси Да Потом Что там еще Собаки Как ты говорил Собаки Да Что еще Какие есть Искусные методы Уничтожения человека Да В основном Прокачка В принципе Ну Лосей было Превеликое множество Их там Столько разнообразных Было И музыкальные И солнечные Там допустим Солнечные Это там Ты садишься На корточки И смотришь Вверх И как будто От солнца Щуришься А дед должен был Там стать На табуретку И в прыжке Короче Тебе с кулака Дать Лося Музыкальные Это когда Ты из-за угла Высовываешься И песню какую-то Поешь Вот Тебе тух Лося делает Ну короче От лосей От них Кулаки пухли Знаешь Круглые Были Прокуратура Кулаки У всех Смотрела Руки Вот Как бы Ну Меня как бы Не осматривали Но в принципе Я не скажу Что я сильно Там получал Пиздюлины Больше Чем Ну как бы Я скажем так В середине Таблицы Турнирной Находился Понятно Крепкий Серднячок Да Да То есть Ну были там Лидеры Которые Отхватывали Короче Ну это такие Особо там Борзые А бывало Знаешь Кто-то просто Ну не взлюбил Кого-то И все Вот А так В основном Ну Че там Не знаю Понятно Как В общем Дальше Служба Продвигалась Дальше Служба Ну как Тяжело Получается Шла еще Сто дневка Потом Получается Такой Интересный День 50 на 50 Был Получается В этот день Деды И слоны Меняются Ролями Вот И Короче Получается Ну как бы Один день Деды Делают То что Должны Слоны Делать А слоны Ведут себя Как деды Понятно Ты лосей Кому-то отпускал Музыкальных Я не помню На самом деле Насчет лосей В общем-то Как бы Получается В этот день Ну Нельзя помнить Понял Ну как Захать Нельзя Чтоб потом Мстить За это В основном Чудодейственным Образом Открываются Неизведанные Резервы Организма Расскажи Сколько Ты Отжался В один Заход Максимальное Количество Раз Блин Я В один Заход Я не думаю Что в один Заход У меня было Больше Ста раз Но я помню Что тогда За один день Наверное Раз пятьсот Мне пришлось Отжаться Вот Это Но Наши деды Вообще Нам рассказывали Что Им приходилось Там Отжиматься По Ой не Отжиматься Приседали Они там В один день Больше Двух тысяч Раз Присели Вот Когда у них Там залет Какой-то был Вот И под конец Стодневки Мы как бы Ну уже Наш Уже более-менее Становится понятно В коллективе Кто есть кто То есть Ну Среди нас Там Наш Тоже есть Пацаны Которые Перед дедами Шестерили Скажем так Ну Там Всякие Услуги Им оказывали Какие Сексуальные Не Не Ты лучше Да Ты расскажи Вот по этому поводу Там Говорят же Что есть Неуставные Отношения В армии Неуставные Отношениями Называется Любое Ну понятно Я имею ввиду На почве Ебли На почве Гомо Ебли Там если бы Кто-то узнал Что есть голубой То это ну Это хуже Чем ты толстый Понимаешь Было бы Это Ну затравили бы На самом деле Человека То есть Не было никаких Подхвостных Заднеприводных Отношений По крайней мере При тебе Нет Нет Да не Не было Такого Я Сложно Поверить Что там Ну там просто Знаешь Даже Времени Нету На Ну на Какие-то мысли Там о сексе Не важно О каком Понимаешь Там Первое время Ты настолько Заебанный Что ну Некогда вообще Об этом Думать Я Как бы Я в армию шел Тоже С подругой Расстался Вот Довольно болезненно Это все Переживал И Ну Я Ну я Не знаю Сколько Не вспоминал Вообще Просто Ну времени Не было На это Реально Понятно Понятно Ну хорошо Вот все Все Смотри То есть Ты там О сексе Не думаешь Ни о чем То есть Когда ты уже Влился То есть Прошло там Сколько 100 дней Ну еще Даже не прошло 100 дней Но уже Как бы Ну Деды Как бы Более-менее Тоже Понимают Кто И кто Кто Там Ну кто Там Крыса Кто Может Настучать Еще А кто Нормальный Типа Пацан И все Такое Вот Это Ну как Такие Знаешь Взаимоотношения То есть Ну Получается Что У вас Какой-то Определенный Коллектив Есть И Ну Скажем Так Нужно Интересами Коллектива Ну Не пренебрегать Понятно Но в целом Служба Однообразная То есть Каждый день Как день Сурка Да И смотри Ну То есть Получается Значит Ты Слон Да То есть Ты вот Служишь Служишь Там Деды Тебя прессуют Пиздят Прокачивают Ну И все Когда Переломный Момент Случился То есть Когда Тебя Уже Инициировали В Деды Когда Ты сам Стал Дедом Уже Сам Стал Дедом Когда Наши Деды Ушли Когда Наши Деды Дембелями Стали Сколько Время Прошло Ну Как Инициирует Я Я Вот Не Помню Как Меня Перевод А Там Короче Ремнем По Жопе Должны Бить Не Помню Сколько Раз Короче Из Ремня Плетут Косичку Так Называем И Ей Сколько Можешь Берцы По-моему Чистить Там Этой Щеткой Нормальной Ну И Какие Привилегии У Черепа Ну Все Ты Уже Не Слон Ты Уже Готовятся Домой Ехать Через Там Сколько Через Месяц Уже Домой Начинают Отбывать То Есть На Зарядку Вы Уже Ходите Ну Вы Уже То Есть Если Раньше Обязательно Там Все Мы Три Километра Бежали И Деды Кстати Если Это Если Кто-то В норматив Не Вкладывался По Трем Километрам Я Не Помню Сколько Там Минут Было То Ли 12 Или 13 Минут То В обед Еще Бежали Вот Все Чтобы Выполнить Норматив Вот Когда Ты Череп На Зарядку Уже Сам Приходишь И Сам Можешь Качаться Можешь Не Качаться Такое Потому что Деды В основном На Зарядку Приходят Они Тоже В основном Не Качаются Знаешь Потому что Мало Ли Там Залет Какой-то Случится Надо Чтобы Силы Были Понятно Понятно Слонов Ты Череп Можешь Слонов Наклонять Слонов Нет Потому что Вы Слонами Были Других Слонов Просто Нет А Еще Их Не Завезли Да 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 Их Новых Слонов Еще Не Завезли Ну Вернее Духов Еще Не Завезли Чтобы Они Слонами Стали Хотя Как Там Понимаешь Процедура Перевода В черепа Тоже Она Избирательная То Нет Такого Что Все Вот Критерии Отбираются По Внутренним Качествам Ну То Если Токальным Пацаном Был То Тогда Да Тебя Сделают Черепом А Если Ты Там Крысой Был Знаешь Если Ты Отказал Отказывался Ну Вот Это Жить Там По Дедовщине То Конечно Тебя Не Перебьют Ну Вот И Дальше То Что Как Тебя Переводят В деды И Всех Переводят В деды Например Ой Я не помню Ну Там Какие Это Были Ритуалы Но Я В принципе Я Получается Дедом Становлюсь Тогда Когда Я Какого-то Духа Делаю Слоном Так Вот То 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 есть Получается Ну Я У меня Был Этот Пацанчик Из С ними Так Довольно Неплохо Обращался Скажем Так Вот То есть Ты собственноручно Тоже Там Кого-то Перебивал И Сам Лосей Потом Да А ты Не боялся Что Потом В дисбат Залетишь Да Нет Я Это Делал Я Считаю Что Я Не Перегибал Палку Вот Как Ну У 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 Короче Я Помню Путина Перебил И Нормально В общем Было И Получается Ну Как Дальше Вот Эта Сто дневка Была Ну Мы Конечно Так Как Нас Затягивали Ну У нас Мы Так Не Могли Се Позволить Потому Что Мы Скажем Так Очень Сильно За Ну Что Пацанов Там На Дизель Забрали Конечно Все Понимают Что Они Перегнули Палку Как Это Ну Как Б Знаешь Вначале Когда Я Туда Попал Я Ну Когда Я Все Это Проходил Вот Эти Все Издевательства Скажем Так Когда Нас Прокачивали Там Даже Вот Знаешь Определенный Момент Не Столько Тяжело Физически Как Вот Морально Ну Как У Тебя Угнетает Да 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 Реально Там Были Такие В общем Ты Понимаешь Что Знаешь Как Там В жизни Кто Обычно Никто Так А Если Ты Начнешь Там Копротивляться И Сам Даш Впачку Например Какому Дедушке Ну Это В общем То Ну Во-первых Это Проблематично Сделать Потому Что Ну Знаешь Там Люди Полгода Скажем Так Качались Жрали Как Свиньи В общем То Там Подготовка Какая То Была Занятия Знаешь Проходили Разные Вот Ну Та же Рукопашка Была Иногда Вот Ну Тут Какой Бо Ты Пришел Ну Это Очень Маленький Процент Людей Которые Ну Знаешь Там Ну Как Б Которые Смогут Дать Отпор Ну Дать В Морду В принципе Дать То Можно Что Дальше Будет На самом Деле Вот Смысл В том Что Если Один Какой То Молодой Начинает Не Подчиняться То Качаются Все Кроме Него Ну Да Потом Прокачивает А потом Просто Деды Уходят Из Помещения И Закрывают Его Наедине С Теми Пацанами Вот Которые Отжимались И Каждый Вот Этот Как Это Каждый Раз Когда Там Корпус Опускаешь Горишь Там Спасибо И Фамилию Того Пацана Вот Так Пацанов Прокачали Вот А потом Как бы Как бы Коллективное Воспитание Или Коллективная Ответственность Не Помню В общем То И В общем То Они Уже Сами Между Собой Решают Как Жить Понятно Хорошо И Вот Ну Подожди Ты Ты же Не Расскал Как Инициируют В Деды Кто Тебя Инициирует Вот В Деды Я Не Помню Там Как В Деды Никак Тебя Не Ценируют Ты Дедом Становишься Когда У Тебя Появляется Слон Как По Моему Такое Правило Было И В Принципе Все У Тебя Был Свой Слон У Меня Был Да Мой Слон У У Меня Даже Их Два Было Вот И Че Они Делали Какие Твои Поручения У Меня Я В Принципе Не Помню Чтобы Я Тоже Путину Загадки Загадывал Ну Это Не знаю Пару Раз Всего Было В основном Я Ему Сказал Что Я Ему Чтобы Перебиться В Черепа Надо Короче Десять Тысяч Очков Опыта Набрать Одно Очко Опыта Это Короче Ну Это Я Сказал За Это За Сто Днев Типа За Эту То Одно Очко Опыта Типа Одно Отжимание Или Приседания Вот И вот Так Бывало Мы На Работе Знаешь Что То Делаем Там Вот Я Говорю Путин А ну Иди Чуть Чуть Подкачайся На Кабанах Он Шел Там В Соседнюю Комнату Отнимался Говорит Ну Заходит Говорит Там 50 Очков Опыта Я Говорю Отлично Короче Я Из него Мега Крепа Пытался Прокачать Вот Ну И Как В результате Потом Когда Он Ну Я Не знаю Сделал Он Это Или Не Сделал Но Сам Факт Того Что В общем То Он Что То Делал Вот Я Ну И Как Я Почти Не Бил Там Я Не Знаю Лосей Наверное Меньше Десяти За Все Время Дал Я Всякую Фигню Придумывал Понимаешь Чтобы Дать Повод Там Моему Слону Прокачаться Или Никого Не Бил Я Ну Как Да Особо Как Ну Знаешь Как Никакой Жестокости Не Испытывал Ну Как Другое Дело Что Когда Студневка Начиналась Когда Мы Как Нам Жалко Было Самих Себя Потом Когда Это Все Проходит Ты Ну Как У Тебя И Самооценка И Все Очень Сильно Повышается Ты Понимаешь Через Что Ты Прошел Ну Как Я Себя Вспоминал До Этого Всего Я В Жизни Не Не Подумал Что Я Смог Бы Такие Этли Испытать В общем То Нагрузки Там Эмоции И Прочее Вот Расскажи Как Ты Стал Уже Дембелем Когда Твоя Служба Уже Подходила К Концу Как Вообще Дембелем Становится В смысле Дембелем Ой Там По Моему Какой Ритуал Типа Череп Своего Типа Деда Берет Через Подушку Золотой Ниткой Должен Короче Пару Раз Ударить Что-то Такое Тебя Били Золотой Ниткой Не Я Такого По-моему Не Делал Ну Там Всякие Приколы Типа Дембельский Поезд Можно Было Себе Заказать То Говоришь Слонам Чтобы Дембельский Поезд Сделали То То Они Берут Ты Лежишь На Кровати Все Видели Все Видели Демб Вот Еще Там Был Прикол Такой Что СМС Можно Было Ну Там Как бы Два Толкования СМС Было Одна СМС Это Короче Быльцы От Кровати Оторвать И Кинуть Его В Кого Но Это Такое Это Было Скажем Так Я Ни разу Не Видел Что Кто Кто Кидал Это Больше Угроза Получается По ночам Когда Приходишь В казарму И Кто Храпит То Можно Было Убить Тигра Вот Берешь Подушку И Бьешь Человека Этого Подушкой Вот Один Раз Короче У нас Получается Пацанчик Ну Кто Спрятал Телефон В подушку Другой Взял Эту Подушку И Пошел Кого Тигра Убил Короче И Голову Тому Разбил Тот Утром Просыпается Все В крови Короче Рассечение Там Какое-то Ну Короче Жесть Это В то Время Когда Там Военная Прокуратура Шастала Когда Там Столько Ну Там Куча Разных Проверок Было В общем Шмонали Везде Попали Под Раздачу Расскажи Как Живет Вообще Дембель И Сколько Ему Остается Да Дембеля Собственно Говоря Да Там В принципе Около Месяца Наверное Может Чем Чем Занимается Дембель Ну Он Тоже Ходит На Работу Но В основном Он Там Ничего Не Делает Он Там Делает Легкую Работу Он В общем Следит Чтобы Слоны Все Правильно Делали Понятно А как Офицеры К этому Относятся Офицеры Офицеры Примерно Понимают Как Ну Они Ну Как Все Прекрасно Понимают Ну Как Некоторые Те Которые Молодые Лейтенанты Приходят Из Училищ Они Конечно Вообще Ничтожество Они Ничего Не Понимают Они Пытаются С этим Бороться Но У них Ничего Не Получают Понятно Ты Вообще Ничего Не Рассказал Офицеры Ты Сказал Что Они Как Тоже Там Пользуются Своим Положением Тут Как Нибудь В двух Словах Они Тоже Дедовщину Устраивают Пиздят Ну Бывает Иногда Какие Наш Приемчики Используют Для Своей Выгоды Например Ой Ну Хрен его Знают Я Сейчас Не Могу Вспомнить Ну Бывает Что Там Вспомнят Из Дедовщины Там Еще Что Там Кого Напрячь Надо Говорить Ну Давай Ты Слон Ты То есть Тоже Смотрел Как Слоны Там Работают Тоже Конечно Да Просто Если Допустим Мой Путин Там Что-то Мог Накосячить Очень Сильно То За Это Отвечал Я Допустим А потом Еще И все Подразделение Наше Есть Поэтому Как бы Надо Было Скажем Так Методом Кнута И Пряника Его Ну Научить Делать Ну Не Совершать Ошибок Вот Ну Чтобы На него Мне Потом Никто Не Жаловался Чтобы Другие Деды Не Жаловались На него Что Он Там Это Пошел В Отказ И Трецалова Да А когда Ты Когда Ты Уже Все Сколько Там Неделя Может Быть Один День Два Дня Три Дня Остается Что Ты Чувствуешь Какие У тебя Планы Какие Ощущения Внутренние Ощущения На самом Деле У меня Получается Что Ушли Ну Скажем Так Самые Нормальные Пацаны Остаются Ну Остаются Потом Во вторую Партию Другие Пацаны Скажем Так У меня Был Выбор Либо Уйти В первую Партию Либо Подождать Мне Там Медаль Могли Вручить Типа За Нормальную Службу Я думал Вот Медаль Может Получу На Тебя Нужна Была Прикольно Было Мне Хотелось Вот Это Ну Получается Ушли И Вот Это Три Дня Это Реально Были Очень Тяжелыми Понимаешь Мы Там Остались Ну Скажем Так Из Моей Компании Ну Нас Двое Осталось Грубо Говоря То есть Там Тоже Есть Знаешь Такие Группировки Небольшие Влияние В Подразделении Вот То есть Есть Как Горица Там Эти Воры Есть Там Мужики Ну Да Да Не Ну В смысле Что Тоже Как Есть Авторитеты Вот И Получается Ну Как А я Можно Сказать Мы Наше Подразделение Вообще Островком Было Даже Не Мое Подразделение А наш Этот Отдел Технический Вот И Какие Внутренние Ощущения У тебя Были Внутренние Ощущения Были Ну Тяжело Очень Было Вот Это Наблюдать Очень Скучно Стало Очень Жалел О том Что Не Ушел В первую Партию Ну Ну Это Очень Тяжело Было Морально Понимаешь Уже Так Домой Хочется Каждый Раз Когда Просыпаешься Вот Этот Белый Потолок Видишь Этой Казармы Понимаешь Что Уже Совсем Чуть 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 Осталось Ну Реально Ну Как Просто Не знаешь Что Делать Вообще Ничего Знаешь Как Ничего Не Хочется Побыстрее Только Домой И И вот И вот Рептилоид А ну Ка Давай Уходи Скорее Отсюда И Ты Выходишь За ворота Ты 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 Ну Вначале Собирают Тех Кого Отпускают В эту Партию Их Там Начальство Базы Награждает Грамотами Какими-то Билеты На поезда Дают Домой А Шмотки Подожди Там же Ты говорил Начали Как-то Там Обворовывают Всех Ну Да Да Вот Кто-то Себе Урвал Там С Молодых Шмоток Вот А мне В принципе Посылка Пришла Мне Мне Издому Мать Прислала Кое-какие Шмотки Я В принципе Ни у кого Ничего Не забирал Да Мне Как-то Просто Впадло Было В чих-то Шмотках Вот Я Хотел В нормальных Шмотках Красивый Домой Ехать А не Как Бомж Ты В заперти Почти Целый год Провел Целый год Целый год Жизни И вот Ты вышел Ты думаешь Как Что ты Потерял Этот год Или Может быть Что-то Приобрел Это Я Много Приобрел Вот Как бы Ну Реально Вот Как бы Знаний Таких Практических Именно Для каких-то Там Жизненных Ситуаций Ну Физических Кондиций Я Ну Набрал Около 10-12 Килограмм Веса Вот 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 Я просто Помню Когда Мы тогда С собой Среди Я же Помню Как Ну Рептилоид Ну Обычный Рептилоид Такой Ну Рептилоид И рептилоид А потом Я смотрю У тебя Рама Там Просто Была Капец Харя Вот Такая Что В объектив Не Влазит Рама Я помню Да У тебя Была Огромная То есть Прокачка Была Видна Наша Самооценка Лучше Там Как бы Было Время Подумать Над Тем Чем Дальше В жизни Заниматься Вот Ну Как бы Ну Как Философией Так сказать Позаниматься Вот Ну Как бы Не знаю Я исключительно Положительно Мне кажется Что Я за этот Год Ну Реально Больше Пользы Получил Чем До Этого Там За Институт Сколько Там Я Барахтался То есть Вывод Какой Армия Это Все Таки Была То Не Потраченное Время Мое Нет Я Только Приобрел Не Есть Люди Которые Там Ну Как бы Которым Не Понравилось Ну Которые Там Я Не Знаю У Которых Не Получилось Там Что То Вот У Меня В принципе Я Считаю Что Все Получилось Все Ну Что Я Классно Скажем Так Время Провел Сейчас Не Реально Ну Понимаешь Ну Это Ну Мне Как Понравилось Я В принципе Ну Как Б Главный Совет Кому Могу Дать Это Ну Просто Как Быть Нормальным Пацаном То С Самим Собой Не Врать Потерпеть Какое Время То Ну Это Даже То Что Ну Как Я Вот Когда Я Ну Скажем Так Издевался Заставлял Прокачиваться Пацанов Ну Как Я Мотивирован Был Тем Чтобы Ну Скажем Их Время Не Прошло Все Так Впустую Для Здоровья Все Так Это Полезно Я На себе Это Ощутил Испытал Вот И Ну Как Сказать Просто Морально Какие Волевые Качества Нужно Воспитать В себе Держивать Всякие Вторые Дыхания Там Когда Уже Не Можешь А Надо Внутренние Резервы Открываются Ясно В общем Когда Ты Ну Вышел Уже Оттуда Все Посмотрел На Людей Когда Ты Домой Уже Вернулся Что Ты Делал Как Ты Дембель Отмечал Ты В Аксельбантах Ходил А Какой У меня Один Аксельбант Был У меня Фиг его Знать Не было Швейные Войска Просто У меня Была Новая Хорошая Форма Аксельбант Желтые И Желтые Эти Лычки На погонах А ты Кем Был Ефрейтором Ефрейтором Да Я вышел Ефрейтор Ой Чтобы этим Стать Как его Младшим Сержантом Нужно Было Эту Учебку Заканчивать Так Я без Учебки Без Ничего Ты Приехал Вернулся Домой Как Начал Отмечать Дембель Как Я приехал Домой Я маму Не предупреждал Что приеду Я там Пару друзей Предупредил Вот Корешей Своих Двоих Вот Получается Они меня Встретили На вокзале Мы там Я не помню По-моему Пивка там Выпил Чуть-чуть Ну я как бы Тогда Скажем так Короче Я боялся Пить много Потому что Думал Что чуть-чуть Выпью И все И Помру Почему Ну я имею ввиду Просто Что у меня Крышу Сорвет От маленькой дозы И буду Фигню всякую Творить Ну в общем Массовых попоек Поджогов И изнасилований Не было Не Не было Такого В принципе В основном С друзьями Встретиться У меня Как бы Тогда У меня Как бы Самого не было Желания Какие-то попойки Встраивать Встраивай Понятно Ну как-то Ровно Все прошло Да 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 В принципе Ну Как бы Я не знаю Я устал Я просто был Знаешь И ходил Улыбался Всему Что вижу Вокруг Вот Там Всех Там Девушек Вокруг Сколько Видишь Просто Там Ты одних Пацанов Видишь И всяких Бабок Которые Там Работают И поварих Блин Жирных Вот А тут Ну Просто На людей Вокруг Смотришь Смотришь Как все Это Ну и Конечно Были Там Какие-то А Ну Помню У меня Привычка Была Что Я Несколько Недель Что Я пытался Это Ну Иду С человеком И я Пытаюсь Это С ним В шаг Идти Понял Ну Многие Замечали Ржали С этого Что Пытаюсь Подстроиться Давай Тогда Подрезюмируем Подведем Итоги Просто Многие Там Спрашивают Ну Хикан Как же Спроси Там У рептилоида Во-первых Как Меньше Всего Получать Пиздюлей Как С дедами Разрулить Чтобы Не попасть Под их Санкции И как Как Вообще Просто Не сойти С ума Главное Как С дедами Просто Как Не подвергнуться Тому Насилию Ну И Что-нибудь В двух словах Не косить Ну Как бы Ну Просто Стараться Не выбиваться Из общей массы Вот этих Своих Скажем так Своего Призыва Ну Как бы Там Не выебываться Вот Ну Просто Ну Как Быть Самим собой И все И все Не врать Такое Знаешь Ну Нормально Себя Вести Ну Как Это Сказать По чесноку Типа А если Дед Поехавший Например Поехавший Ну Как-то Быть Знаешь Ну Как бы Не все Поехавшие Там Они Ну Как бы В принципе Ну Ты должен Понимать Что там В принципе Тебе Все Покажутся Поехавшими Но Там Ну У многих Здравый Рассудок Есть Просто Что Ну Как бы Агриться Он просто Так Ну Это Очень Надо Ну Это Надо Постараться Чтобы Внимание Привлечь Просто Знаешь Как бы Не привлекать Внимание Что Скажут Делать Ну Как бы Конечно До То есть Если там Носки Заставят Стирать Такое Конечно Не делать А кстати Да Мы пропустили Этот момент По поводу Носков Прочего Не заставляли Чистить параши Зубной щеткой Не Не Такого Не было Сопай Зубной щеткой Нет Было Лезвием Чистить Кафель Параши А А ты Подметал Ломиком Плац Нет Ломиком Нет Но Веники У нас Такие Были Примерно Как Ломики Понятно А по поводу Очки Ты драйл Очки Ну Приходилось Пару раз Но Это Понимаешь От этого Никуда Не денешься Кто-то Кто-то Должен Это Делать Потому Что Мамы Там Нет Уборщиц Там Тоже Нет Поэтому Ну В основном Очки Драйли Самые Скажем Так Опездолочи Которые Отрицалы Которые Сильно Боксеры Крутые Которые Могут Врыло Дать Деду Вот Они Очки Драйли Вот В общем Можно сделать Выводы Чтобы Не получать Пиздюлей Надо Просто Поменьше Въебываться И быть Серой Мышкой Например Ну Не то Что Серой Мышкой Надо Просто Нормальным Человеком Быть И все Вот Не Понимаешь Там Не показывать Что ты Лучше Кого-то Там Не Симулировать Болячки Что тебе Больно Именно Ну Знаешь Как Сцепив Зубы Пережить Это Все Пройти И тогда Потом Будет Ну Классно И Сам Поймешь Как бы Но Еще Тут Говорят Комментарии Что Надо Выучить Устав Устав И все Будет Норм Надо Учить Там Есть Ну Были Вещи Которые Нас Заставляли Это Гимн Украины Мы Учили Вот Кстати Учили В упоре Лежа В упоре Лежа Намного Все Быстрее Учится Плюс Там Обязанности Ну Когда На Какой-то Наряд Заступаешь У тебя Какие-то Обязанности Есть И Они В уставе Написаны Вот И ты Должен был Выучить И Наизусть Рассказать А Но В упоре Лежа Это Все Довольно Быстро Учится Вот Так Вот И Учили Итак Спасибо Тебе Рептилоид За Помрачительные Рассказы Берегите Себя Хиканы Надеюсь У вас Будут Яркие Представления О армии Я думаю Вряд ли Армия Где-нибудь На просторах Пост Совка Чем-то Отличается Может Каким-то Местным Колоритом Рептилоид Двух Словах Об этом Рассказал Спасибо Тебе Рептилоид Слава Нибиру Рептилоидам Слава Попрощайся С нашими Слушателями Всем Всем пока Не болейте Все Всем пока